Разбеяние на классы эквивалентности. На классы эквивалентности. Или иногда говорят отношения эквивалентности. Представьте себе, что вы интересуетесь числами и говорите, что некоторые из них четные, некоторые нечетные. Бывают такие задачи, которые легко решаются, словами, что там что-то четное, что-то нечетное. Бывают? Бывают. Что вы реально сделали? Вы мысленно объединили четные числа в одном множестве, а нечетные числа в другое множество. Хорошо. Или вы подошли к политической карте мира. Я ее сейчас вам разумеется, я салат не буду. Но тем не менее, в принципе, как выразить политическая карта? Ну вот там есть какая-то страна, другая страна, третья страна. Никаких намеков ни на кого нет, пожалуйста, не надо подавать суд за оскорбление. Это просто произвольные совершенно, честное слово, да, вот абсолютно никаких намеков. Сейчас наши страны вообще страшно, да, там поднабегут желающие найти какой-нибудь глубокий смысл. Карта устроена так, что территория разбита на пустыню. Ну, конечно, там все время идут всякие войны, выяснения, там, чей кусок и так далее. Но представьте, что никаких войн нет, никаких таких разборов нет. Это просто вся территория земли разбита между странами. Ну, на самом деле, конечно, там сложнее. Там бывают еще водные пространства, которыми могут пользоваться все страны, Антарктида и так далее. Ну, ребят, давайте так, водные пространства, которыми могут пользоваться все страны, мы назовем какой-то особой страной, да? Страна для всех. Там Антарктида тоже самое, тоже как-то назовем. И в результате у нас получится, что, на самом деле, вся земля разбита на какие-то пустыню. Хорошо. Пойдем подальше от опасной политики. Давайте возьмем что-нибудь такое более понятное. Ну, скажем... Возьмите за вращение плоскости. За вращение плоскости. Отличная штука. Берем плоскости, вот здесь, вот самая обычная плоскость. Разбита на шестиугольные сокры. Разбита. Бывает такое? Замечательно. Ну, дальше я не пересочу, но считайте, что я понимаю. Можно договориться, что все точки, которые здесь, они эквивалентны тут. Все, которые здесь, эквивалентны тут. Правда, надо очень четко, что будем делать с точками на границе. Или можно ввести какое-нибудь правило, все-таки, к какой точно ее относить. Или договориться, что все точки на границе назовем одним отдельным классом, что это граница и так далее. В общем, ребята, в любом случае отношение эквивалентности задано на множестве, если оно разбито на попарно и пересекающееся подмножество. На самом деле, это звучит смешно, но это очень важно. Поэтому, извините, я все-таки выпишу это и прошу вас записать эту тетрадь. Вот, Коля, ты выучил меня уже наизусть, слава богу, правда? Вот, а вот всем остальным, внимательно к этому отнеситесь, потому что это важно. Это очень часто у вас взяли в зрительных решетках. Итак, множество разбиваем на, здесь очень важно, не пересекающие друг друга. Не пересекающие друг друга отмножества. То есть, что это значит? Вот здесь у нас некоторое множество M, и оно представлено в виде такого объединения. M1, M2, M3, и так далее, M1, и так далее. Разумеется, вовсе не обязательно конечное число. Вовсе не обязательно эти множества одинаковые в каком-то смысле по количеству элементов. Совершенно не обязательно. Например, есть такая вещь. Все, кроме одной точки, объединяем в одно множество, а одну точку называем другим. Или еще что-нибудь. Принцип может быть совершенно любым. Да, и еще часто в книгах пишут в данном случае не такой значок объединения, а вот такой. Называется дизъюнктное объединение. То есть, объединение, когда мы точно знаем, что вот эти объединяемые множества друг друга не пересекают. Вот это называется разбиение на класс эквивалентности. Два элемента называем эквивалентными и пишем между ними круглый значок, если они попали в один и тот же класс. Отлично. Так вот, есть следующее свойство любого разбиения на класс эквивалентности. Рефлексивность, симметричность и транзитивность. Давайте объясню, что это такое. Совсем просто. Для любого элемента он находится там же, где он находится. Любая точка попала в тот самый класс, в какой она попала. Симметричность. Это значит, что это читается для любого, да? Для любого. Для любого, для любого В. Если А попала туда же, куда В, то В попала туда же, куда А. Если вы оказались в одной ячейке, если я и Вася оказались в одной ячейке, то Вася и я тоже в одной ячейке. И транзитивность. Это столь же просто, но на этот раз уже есть три е. Для любых трех точек. Если А попала туда же, куда В, а В попала туда же, куда С, то догадайтесь, что? Я попал туда же, куда А. То А попала туда же, куда С. Понятно. Ну, то же понятно. Если я попал с кем-то в один класс, и он попал в другим, в один простой. Мы все трое на самом деле попали один. Так вот, одна из самых простых и, как ни странно, ответом крайне важных в царе математики подтверждает следующее. Отношение, обладающее свойствами репетивности, семерничной и транзитивности, задает распиение на класс. И наоборот. Если у нас есть обладание на класс, то мы получаем, считая находящиеся в отношении в эквивалентности, элементы из одного класса, мы получаем репетивное отсутствие от антидивности. Господа, доказательство этой теории в высшей степени простой. Смотрите, что мы можем сделать. Ну, во-первых, в одну сторону. Если у нас множество разбитого куска, то понимаете ли вы, что соединяем веревочкой, значит, элементы из одного куска, мы получаем репетивное отношение, потому что семерок сам со собой соединен. Мы получаем симметричное, и мы получаем транзитивное. Потому что если они сравнимые, то и так тоже соединены. Это понятно. Интересно, обратную сторону. Если есть репетивное симметричное и транзитивное отношение, почему на самом деле получат из бьеми? Да, очень просто. Очень просто. У нас есть произвольное множество. У нас есть абсолютно произвольное множество. Берем в нем любую точку. И смотрим, с какими точками она находится в этом отношении эквивалентности. То есть, вот она соединена с одним элементом, со вторым, с третьим, с четвертым, с пятым. Мы рассматриваем такое множество. Давайте я его как-нибудь обозначу. Например, я его обозначу К с буквы А. Это что такое? Это те элементы, которые обладают следующим свойством. Они... Да, вот это читается. Множество таких элементов, как множество тех точек, которые находятся с точкой А в данном отношении. Отлично. Давайте поймем, что, во-первых, точка А принадлежит... Почему точка сама-сово связана? Где это надо объяснить? Все у меня есть. Рефлексивность. Рефлексивность, конечно. Вот. А связана сама с собой. Дальше. Представьте себе, что у нас какое-то из КА взяло и пересеклось с каким-то КБ. Как вы считаете, в таком случае КА и КБ могут так выглядеть или нет? Конечно, нет. Вот представьте, если какая-то точка соединена с Б, а Б соединена с какой-то точкой, а она соединена с А. Хотите бы объяснить, что в таком случае вот эта точка на самом деле соединена с А. Это очень легко. По транситивности вот эти две точки что? Симметричность. Симметричность. А теперь вот эти точки середины, эти точки середины, значит что? Симметричность. Симметричность. Так что, конечно, я использую симметричность. В общем, ребята, подумайте секунду, и вы поймете, что в любви есть два таких множества. Они либо не пересекаются, либо, если они на одной точке пересеклись, то они обязательно полусы. А это и называется отопиение на сласы Горисы. Отлично. 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 Продолжение следует...